Заключительный этап конкурса «Если бы я был главой района», в котором участвовало пять претендентов, состоялся в администрации района 20 апреля. Первый этап был заочным, члены комиссии знакомились с работами, во втором туре молодые люди, пытавшиеся представить себя высшим должностным лицом территории, предлагали свое видение решения проблем. Выяснилось, что молодежь озабочена проблемами подростковой занятости, созданием предприятий малого и среднего бизнеса, организацией досуга, причем и для пожилых людей, благоустройством населенных пунктов и рекламой нашей территории на просторах интернета. Первый проект «Центр занятости для подростков» представила Марина Байкова из Артемовска и предложила создать в районе биржу труда для подростков, которые бы хотели иметь возможность зарабатывать деньги в свободное от учебы время. Как сказала сама девушка, тема возникла не случайно. Я сам подросток, и у меня есть проблема. Я хотела бы работать, но нет возможности. И у многих подростков нашего района нет такой возможности. И вот я решила, что это будет подходящей идеей для такого конкурса, так как это вполне реализуемо. Вторая участница конкурса Елизавета Полинок из Шалаболина предложила свое введение организации досуга ветеранов и молодежи, а также ряд мероприятий по благоустройству населенных пунктов, мест отдыха и облагораживанию природных зон. Рощинские хлеба. Так должна называться пекарня, которую мечтает открыть Юлия Козликина, так как, по ее мнению, в нашем районе недостаточно развит малый бизнес, в том числе и хлебопекарный. Проблемы благоустройства населенных пунктов очень волнуют Арину Снегиреву, жительницу райцентра. Своим проектом «Цветочная клумба» она попыталась предложить варианты озеленения Курагина. Виктор Серостанов, также житель Курагина, предложил создать информационный сайт «Наш Курагинский район». По мнению Виктора, вновь созданный сайт должен рассказывать как о достопримечательностях территории, о людях, оставивших заметный след в истории, так и размещать необходимые официальные документы. Сегодняшние школьники думают о будущем, о том, что можно сделать для развития района. В своем районе мы находим проблемы, которые требуют решения, и находим для них подходящие идеи развития. Были еще много идей, мы рассматривали разные. Это развитие туризма в нашем районе. Была также идея у нас с созданием кирпичного завода, так как у нас есть подходящая для этого глина. Также была идея для создания IQ-бала для школьников, чтобы у нас существует следует эрудитов, а хотелось бы чего-то большего. Вот прям бал весь продуманный. Это было бы большое, грандиозное мероприятие, возможно, даже серия мероприятий. После каждого выступления члены конкурсной комиссии, в которую входили депутаты районного совета и специалисты администрации района, задавали конкурсантам вопросы. Ответы на конкретные вопросы молодые люди могли найти не всегда. Как правило, они затруднялись ответить на самый, пожалуй, важный вопрос – из каких источников будут оплачиваться те или иные работы и услуги? Что должен сделать глава района, чтобы данный проект заработал? По итогам всех выступлений конкурсная комиссия первое место присудила Марине Байковой с проектом «Центр занятости для подростков». На втором месте оказалась Юлия Козликина с идеей открытия пекарни. Третье место занял Виктор Сиростанов с проектом создания информационного сайта. Те, кто не вошли в число призеров, не отчаиваются. Конечно, были недочеты, будем исправлять, ошибка хочется. Еще будешь участвовать? Конечно, нужно дальше идти, продвигаться вперед. Эту же идею будешь продвигать? Конечно, будем новую. Идея, конечно, сделать мусороперерабатывающий завод по проекту. Мусороперерабатывающий завод, так как по России единицы таких заводов, а мусор есть. Победитель и призера конкурса были поощрены на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления 21 апреля. Спасибо.